И все, привет, ребят, с вами Старбайк, я сегодня записываю новый ролик, сегодняшний видеоролик посвящен разговорной тематике, буквально пару минут назад у нас появилась информация по поводу нового обновленного челленджа, и я рад быстро ворваться, представить, рассмотреть, ну и высказать свою точку зрения по поводу нового челленджа, который стартует у нас уже завтра в игре. Если вам нравится оперативность, если вам нравятся подобные видеоролики, то обязательно поддержите этот видос лайком, ну и можно еще подписаться на канал, если вы еще вдруг не подписаны, мне будет очень и очень приятно. Я честно уже челлендж посмотрел одним глазком, поэтому сейчас мы уже посмотрим, уже полноценно вместе с вами его. По призам у нас здесь ничего не меняется, вместе с боевым пропуском у нас 100 тысяч кристаллов, 100 танкоинов, с обычной цепочки выдаются они, по расходке по 500 очки, 400 батареек, 4 ядерки, 6 устройств, 40 контейнеров, 2 краски и 1 скин. Что же в нем есть? Есть такие краски как Гуччи Фляж и Глазунья, наверное Глазунья это одна из красок, которая как раз таки приурочена к Хэллоуину, я лично вообще думал, что это будет полностью Хэллоуинский челлендж и все будет крутиться именно вокруг него и возможно мы даже там на последних уровнях увидим какой-нибудь скин Демоника, но, к сожалению, его здесь нету. Глазунья Гуччи Фляж, краски, которые для меня лично ничего не дают, да, то есть я в принципе на краски акцент никогда не делаю, ну и такие так тем более, да, это же не новые какие-то краски, которых у меня нету. Дальше, на 21 уровне защита от поджога на Хоппер и защита и иммунитет, вернее, от оглушения на Хоппер. Хоппер на сегодняшний день является корпусом довольно-таки слабым, неактуальным, на нем практически никто не играет в матчмейкинге, соответственно, иммунитеты от него это, ну, скорее, скорее устройство, которое вы можете просто получить, если у вас есть они в контейнерах, да, то есть если вы их не имеете на аккаунте, то у вас есть возможность просто приобрести боевой пропуск, забрать это устройство, дабы как раз-таки его не выбить из контейнеров, из контейнеров, выбить что-то более отдельное и более ценное. Хоппер, ну, увы, не актуален, на мой взгляд. Дальше, на 31 уровне электромагнитное ускорение на скаут и эми-снаряды на рельсу. Два устройства на рельсу, рельса на сегодняшний день в мете является супер слабой пушкой, неактуальной, при этом еще и скаут две недели назад занерфили, хоть он и так неактуален и не нагибает. Ну и я, честно, не знаю, да, для чего именно на рельсу здесь появились устройства, возможно, это отсылка к тому, что уже через неделю рельсу апнут и она станет в мете, потому что у нас часто бывает такое, что когда добавляют не совсем метовые и жесткие устройства, их как раз-таки апают и приводят в норму, чтобы был смысл их приобретать. Но на сегодняшний день, что одно, что второе устройство не является метовым, не является актуальным, ну и рельса вообще в целом не является той пушкой, которая нагибает. То есть в моем случае я бы приобрел это устройство и купил бы боевой пропуск, только в том случае, если бы я хотел бы, чтобы это устройство мне не выпало из ультра, ой, из, ну или ультра, или обычных контейнеров, да, чтобы этот слот я мог просто полноценно забрать из боевого пропуска, если у меня, конечно, есть лишние танкойны. Дальше. 41 уровень, дыхание дракона и дыхание виберды. Что касаемо молота, то эти два устройства апнули, что первое, что второе. Что одно, что второе наносит теперь больший период времени статус эффекты, что поджог, что заморозку. Я, честно, обновленные эти устройства еще пока что не тестировал. Возможно, если интересно, напишите в комментариях, мы их, конечно же, затестим. Но я бы сказал, что все равно это не лучшие устройства на молот на сегодняшний день. В моем понимании, лучше адаптивной перезарядки, либо устройств с статус эффектами по типу ЭМИ, пробития и оглушения не будет. То есть, если вообще нет резиста от молота, то лучше всего брать адаптивную перезарядку, ваншотить противника, либо там двушотить противника. И, соответственно, постоянно иметь полный баллон. При том, что даже сейчас адаптивную перезарядку занерфили, по сути дела, ничего абсолютно не поменялось. А такие устройства, как поджог и заморозка, ну, они больше, наверное, будут троллевые. Да, это не устройства, с которыми можно зарабатывать большое количество кристаллов, соответственно, это не лучшие устройства на эти пушки. В этом случае я также само бы сказал, что стоит приобретать боевой пропуск только в том случае, если как раз-таки вы хотите, чтобы у вас, ну, у вас нет этого устройства, чтобы оно не упало вам с контейнеров, а упало с контейнеров что-то лучше, чем эти устройства. Ну и последнее, это 50-й левел, это вулкан ультра. Я, честно, вообще не понял, вообще абсолютно не понял, почему здесь появился вулкан ультра. Почему здесь не появился, например, ну, например, Жига Демоник, да? Например, ВАЗ Демоник, да? Что-нибудь такое, что ассоциировалось с Хэллоуином, да? Вулкан ультра, ну, честно, ни к селу, ни к городу, да? То есть, ну, для меня лично вообще абсолютно непонятно, почему именно этот скин добавляют в первый ноябрьский челлендж. Хотя у нас в игре, по сути, весь первый ноябрьский челлендж будет как раз-таки Хэллоуин, будет мини-игра, и всё приурочено именно к этому полноценному празднику, ивенту в игре. Вулкан тоже, наверное, не самая актуальная пушка на сегодняшний день. Да, её апнули, да, её можно использовать, но ультра-скин, ну, в моём понимании, актуален только так же с точки зрения того, чтобы получить его, чтобы он не упал, например, со скин-контейнеров, чтобы не упал в дальнейшем, возможно, в ультра-контейнерах, когда он появится, а так скин довольно спорный и не жёсткий. Поэтому мой вердикт по этому челленджу, что он максимально неоднозначный, максимально неоднозначный, и я на вашем месте бы очень сильно задумался перед покупкой боевого пропуска, стоит ли его приобретать, если у вас есть уже какие-то устройства, да? Если у вас устройств нету, вы хотите закрыть, так сказать, и у вас есть возможность, у вас есть танкоины, то окей. Если у вас небольшое количество танкоинов, то я бы на вашем месте оставил танкоины на грядущий танкофонд, о котором уже, к слову, появилась информация о том, что он будет, у нас был пост с танкофондом, который будет как раз-таки стартовать с второй части нашего турнира. То есть, по сути, это где-то буквально через три недели уже у нас в игре будет танкофонд. Поэтому я бы на вашем месте не торопился, если у вас нет большого количества танкоинов, дождался бы в жёсткой темочке, ну, либо же оставил бы эти танкоины на новый челлендж, потому что пока что, именно вот на сегодняшний день, все эти устройства, они не являются супер-жёсткими и супер-актуальными, да? И я даже на своём бездонате впервые за долгое время задумаюсь, стоит ли мне брать этот боевой пропуск. Пишите, что вы думаете по поводу этого челленджа. Очень интересно было бы узнать ваше мнение. Хотели бы вы увидеть обзор этих устройств? Если да, то каких именно устройств вы бы хотели бы увидеть обзорчик? Напишите всё это дело в комментариях, я, конечно же, прочитаю, возможно, если есть какие-то вопросы, то тоже постараюсь на них ответить. Поддерживайте данный видос лайком, подписывайтесь на канал, если вы ещё вдруг не подписаны, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видеоролики. Также не забывайте, конечно же, про тег создателя контента. Я сейчас быстренько загружусь в нашу игру, потому что у меня она, к сожалению, была закрыта. В настроечках нашей игры, в аккаунтике, есть снизу тег создателя контента. Заходите, устанавливаете ему личный тег, этот тег ТМП. Ну и участвуете в розыгрыше на 1 миллион кристаллов, на 20 тысяч танкоинов, если вы приобретаете, конечно же, какие-то покупочки в нашем магазине. И уже буквально через неделю, даже уже меньше, чем через неделю, у нас будут итоги розыгрыша на 1 миллион кристаллов и на 20 тысяч танкоинов. Поэтому, если вам интересно, то обязательно переходите в описание, заполняйте форму и участвуйте. У меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.